Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа «День люди. События». Сегодня мы говорим о событии 10 июня. 10 июня 1931 года советские пассажиры впервые в истории с комфортом проехались в вагоне СВ. Это был первый в сети железных дорог страны фирменный поезд, получивший название «Красная стрела». 10 июня он отправился в 1 час 30 минут из Ленинграда, сегодня – Санкт-Петербург, с Московского вокзала и прибыл в столицу на Ленинградский вокзал в тот же день в 11 часов 20 минут. Средняя скорость поезда по тем временам была рекордной – 69,8 километровая час, а в состав входили 12 деревянных вагонов. Кстати, вагоны СВ работники ДПО специально переделывали из четырех местных купе, верхние полки снимались и на их место вешались зеркала и красивые светильники. Сначала вагоны «Красной стрелы» были синего цвета. Идея перекрасить их в красный пришла в голову одному из его первых начальников и была одобрена министром путей сообщения. 24 июня 1941 года, после начала Великой Отечественной войны, регулярное движение поезда вынуждены были прервать. Для того, чтобы сохранить составы, один из них был помещен в царский павильон на обводном канале, а другой, вместе с маленькими детьми, эвакуирован на станцию Цырульск. Движение «Красной стрелы» возобновилось в марте 1944 года. Сегодня на поезде «Красная стрела» расстояние 650 километров от Москвы до Санкт-Петербурга пассажиры доезжают за 8 часов. За время своего существования «Красная стрела» не раз сокращала время нахождения в пути. Поезда такого класса развивают скорость до 160 километров в час. Однако «Красная стрела» специально едет медленнее, чтобы пассажиры могли спокойно отдохнуть в пути. А тем, кто торопится, стоит поехать скоростным поездом «Невский экспресс», который преодолевает расстояние Москва, Санкт-Петербург за 4 часа, или высокоскоростным электропоездом «Сапсон», который проходит этот маршрут в среднем за 3 часа 50 минут. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.